Уважаемые коллеги, добрый день! Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно. И мы начинаем нашу очередную вебинарную неделю в Директ-Академии. Эта вебинарная неделя будет у нас почти полная. У меня будет четыре вебинара с небольшим перерывом в среду. Ну и, как всегда, перед тем, как передать слово нашему сегодняшнему спикеру Юрию Николаевичу Белоножкину, я хотел бы обратить внимание на тех полезных ссылках, которые расположены в самом начале нашего чата. Ну, это мое обычное предупреждение, обычное объявление. Делается она в основном для тех, кто впервые на наших вебинарах присутствует. Итак, самая первая ссылка ведет на сайт Директ-Академии, на его главную страницу с расписанием, где можно зарегистрироваться на все грядущие вебинары до конца июня месяца. Наше время, время нашего этого года учебного подходит потихонечку к концу, но, тем не менее, еще достаточно вебинаров впереди нас ждет, достаточно интересных, и на них можно зарегистрироваться заранее. В этом же расписании вы можете посмотреть записи всех предыдущих вебинаров. И вторая ссылка как раз ведет на наш видеоканал на YouTube, где хранятся записи всех наших предыдущих вебинаров. Ну, без исключений. Все вебинары у нас записываются и все выкладываются на YouTube. Ни разу у нас не было даже технически такого момента, чтобы вебинар не выкладывался на YouTube. На нашем канале выложены уже почти 300 записей вебинаров, поэтому там вы можете найти очень много интересного для себя, если какие-то вебинары в свое время пропустили. Достаточно важная ссылка третья. Напоминаю, что мы в течение мая месяца проводим голосование, голосование по выбору тем вебинаров для наших слушателей. В течение февраля, марта и апреля производилось выдвижение тем вебинаров. У нас 18 тем выдвинуто нашими слушателями на голосование. За то, чтобы провести вебинары. Из них три темы будут проведены в июне месяце. Нашими слушателями те темы, которые победят в голосовании. Вот для того, чтобы принять участие в голосовании, перейдите, пожалуйста, по этой ссылке. Вам понадобится Google аккаунт, чтобы проголосовать. Делается это потому, что такой способ позволяет честно голосовать одному человеку только один раз и без накруток. В настоящий момент я могу видеть, что проголосовало 71 человек. У нас уже есть представление о том, кто лидеры. Но пока мы вам не будем до конца мая об этом говорить. Так что принимайте участие, пожалуйста, чтобы ваши кандидаты прошли и в мае мы проголосовали. И еще одно важное объявление у меня для вас есть. Об изменении порядка выдачи сертификатов. Пожалуйста, посмотрите вот сюда и дам вам сейчас ссылку. Мы модернизировали наш алгоритм выдачи сертификатов. Дело в том, что наши рассылки, которые мы производили весь этот год, к сожалению, очень много не доходило сертификатов до адресатов. Было это связано с тем, что сами рассылки были достаточно несовершенны, при помощи не очень хорошего механизма сделаны. И мы решили выдавать наши сертификаты прямо на нашем сайте. Все очень просто. Заходите по адресу. Вот этот адрес, который приведен, это адрес промежуточной страницы. Я его вам дал, чтобы вы внимательно прочли, как это все делается. А на самой странице выдачи все очень просто. В форму записи, в форму поиска вводите либо свой e-mail, либо свою фамилию. Можно даже частично. И в выдаче появляются все сертификаты за все время, которое вы проходили. Вам остается только перейти на страницу скачки сертификата конкретного, нажать на кнопочку «Получить сертификат», скачать сертификат. И он скачивается на ваш компьютер. Вот и все. И все это можно делать в любой момент и на все сертификаты, которые вы посетили за последний год. Ну что ж, у меня, собственно, все. И я, наконец, передаю слово Юру Николаевичу Белоножкину. Сам, как всегда, ухожу в чат и буду находиться в чате до конца нашего вебинара. Добрый день. Добрый день, дорогие коллеги. Добрый день, Павел. Похоже, меня слышно и видно. Так? Юра, очень громко. Пожалуйста, потише, большое шуршание. Так. Делаю потише. Еще. Скажи, пожалуйста, что-нибудь. Так, так, так. Нет, очень громко. А сейчас? Сильный фон. А сейчас? А сейчас? А сейчас? Все, говори чего-нибудь. Раз, два, три. А сейчас? А сейчас? Сейчас немножко лучше, но все равно какие-то остались небольшие. Пожалуйста, постоянно что-нибудь говори. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Как меня слышно? Да. Хорошо, хорошо. Сейчас. Хорошо. Добрый день, дорогие друзья. Я думаю, что с таким набором сертификатов, которые выдает Директ Академия, уже пора ставить вопрос о выдаче удостоверения установленного образца. За такую активность. Ну, не всем, конечно, а тем, кто действительно работает, посещает, выполняет эту важную миссию развития дистанционных образовательных технологий. Тема сегодняшней нашей встречи является уникальной, редкой, на мой взгляд. Я пока нигде такого не видел. Это создание видео для социальных сетей, рекламы и обучения на основе экосистем. Напомню, кто не в курсе моих прошлых вебинаров, эко, это значит экологичные ресурсов, берегающие системы, которые доступны любому из нас за небольшие средства или даже бесплатные, но высокоэффективные решения, я называю экологичными. Ну, не только, я надеюсь, и многие. Буквально за где-то час до нашей встречи я получил рекламу как раз по теме нашего занятия, нашей встречи. Создание рекламных роликов, видеодудл с диктором, ролики-ролики и такие ролики оказываются востребованы. Это и создание видео интро, и каких-то переходов, и заставок. Это все делается профессионалами за деньги. Вот, например, за 500 рублей можно получить 3 секунды какого-то видео. Что-то измеряется буквально в секундах такие работы. А мы сегодня будем говорить о том, что может создать обычный преподаватель, обычный непрограммист с помощью таких вот экологических, экономных, ресурсосберегающих решений. Надеюсь, вы их уже видели. Вот я сейчас попробую продемонстрировать без звука одно из таких решений платных, а потом мы рассмотрим то, что может сделать каждый из нас. Так, ну что там тут? Вот, видите, что-то вращается, что-то изображается, визуализируется. Вот такие вот интросы. Вот такой вот интрос 5 секунд 500 рублей. Вот. Хорошо, что вы сказали. Вот сейчас, видите, вот сейчас я такие интросы показываю. Вот, коллеги. Вот мой экран. Вот такие. Вот, спасибо. Вот такие вот предложения. Исполнить за 3 дня, обычно за 22 часа. Вот эти несколько секунд рекламного решения за 500 рублей. Вот и все. Все такая вот заявочка. Если нужно изменить текст, изменить фон, тут же идут какие-то накрутки. За каждые дополнительные секунды еще накрутки. И это пользуется спросом. Оказывается, для создания рекламы. А сейчас я покажу вам... А, не увидела видео. Ну, коллеги. Вот я попробую сейчас еще показать чужой продукт, чужое решение. Посмотрите на экране. А, значит, видео не показывается в Мирополисе. Вот я сейчас показываю экран, на котором без звука должно пройти видео. Вот оно загружается. Видите, сейчас пошло шевеление, какие-то буковки, какая-то реклама. Сейчас, видите. Вот оно быстро закончилось. Нет. Хорошо. Вот кто-то видел. Давайте посмотрим другие примеры. Мои. Надеюсь, они будут видны. Сейчас мы, те, кто видел, посмотрят еще раз. Те, кто не видел, посмотрите. Зафиксируйте те моменты, которые будут полезны именно для вашей задачи. Или те моменты, которые будут вредны для вашей задачи. Сейчас я покажу на экране. Видите текст? Темный экран для тех, кто творит на коленке. Вот это видите? Видите? Да, видите. Я сейчас запускаю видео и буду показывать. Да, черный экран с текстом. И буду вам показывать фрагменты моего решения. Я запустил видео. Я нажал на паузу. Я нажал на паузу. Вы увидели короткий фрагмент, как появилась вот эта реклама сегодняшнего мероприятия. Это было всего лишь несколько секунд. И я здесь пишу, что для создания, сразу пишу, потребуется одна ваша картинка. Добрый день, идем дальше. Добрый день, идем дальше. Подтормаживай. Даже не подтормаживай с хорошим интернетом. Это значит, платформа, экстремальная платформа, не сбивает. Давайте я не буду останавливать, потому что вы будете по перестановке до конца. Ваша задача посмотреть, что это происходит. Что-то тормозит. Посмотрите, канализируете. Как еще это делать. Всего лишь одна картинка. Всего лишь одна картинка. Вот это картинка. Только ваши картинки и ваш текст. Продолжение следует... Продолжение следует... Только... Продолжение следует... 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 ну вот и закончился это демонстрационный набор видеосюжетов это был показ возможностей где вместо вот этих картинок и текстов можно вставить любое иное изображение любой иной текст без всякой специальной подготовки а теперь вопрос к вам коллеги уловили ли вы смысл вот этих видеозаставок, видеофрагментов видеопереходов и уловили ли вы гипотезу предположение что это можно использовать для рекламы для создания промо материала вступительных промо или вступительных роликов к вашим онлайн курсам каким то вашим мероприятиям или в ходе учебного процесса вот такой вопрос к вам уловили ли вы такую гипотезу так первая оценка не поняла как считать то что полезно методы а не картинки инфа ваша реклама и я в освещении ну это был образец рекламы моей но вместо моей рекламы могла быть и ваша реклама а полезность смотря она у каждого конечно своя но для кого-то полезность привлечения к какому-то мероприятию к поступлению вуз проведению конференции полезность или обратить внимание слушателей студенты какому-то факту какому-то событию полезность может быть совершенно и даже нужно плюсик я пока не как реклама то есть мы уже уловили замысел мы уловили смысл что этот завлекает это привлекает и создает какое-то эмоциональное настроение о чем мы говорили с вами в одном из моих вебинаров через эмоции мы получаем большего эффекта нежели просто донесение какой-то сухой информации сейчас мы давайте посмотрим как это все можно делать именно с учетом экологичности и я покажу вам коллеги еще еще один пример но уже без звука без звука сейчас я попробую это продемонстрировать на экране и буду комментировать сам через микрофон то что я хочу вам показать давайте продолжим уяснение полезности вот есть такая у меня группа в фейсбуке под названием мой аватар и я там недавно разместил уже не демонстрацию возможностей а реальное решение с применением вот этих вот заставок у меня на днях состоится мероприятие научная конференция онлайн конференция в Екатеринбурге приглашение профессора долинара долинара и я создал некое видео вступление предвосхищение и приглашение к моему мероприятию ну вот потихонечку загрузится я включу воспроизведение я нажимаю а вы попробуйте посмотрите еще раз те кто видел а те кто не видел уже без звука посмотрите еще раз вот сейчас при воспроизведении появляется аватар вот этот говорящий трехмерный образ который говорит чистым русским языком может быть не чистым но моим в моей озвучке его движения губ синхронны он обладает эмоциональностью это тоже элемент рекламы ну правда медленно грузится вот пошло и мы видим знакомые фрагменты не знаю если видите напишите что вы видите воспроизведение ролика оно подтормаживает немножко ага видим немножко подтормаживает интернет вот эти пошли заставки производство одного человека это сделал всего один человек в данном случае это я но может можете быть и вы или ваш ученик или ваш студент который легко может создать подобные сюжеты это целый видеофильм с помощью вот этих видеофрагментов но к сожалению да вот он вот он этот бот вот эти ну там уже по сюжету все там целый фильм получился где роботы боты общаются со студентами отвечают на вопросы консультируют и речь именно о ботах в данном случае конференция о ботах и это трехмерный человек это не я это мой как бы образ что-то говорит говорит убедительно и самое главное самое главное в нашем случае кроме текста это конечно важнее всего но в данном случае мы видим визуализацию вот эта визуализация и есть ключик дополнительный эмоциональный ключик для того чтобы что-то объяснить показать привлечь увлечь и выполнить некое действие тут опять возврат опять переходы и на самом деле это приглашение именно конференция вот сейчас я бы хотел чтобы вы сформулировали свои вопросы в том числе про портрет Лейбница или еще кого я отвечу сразу вы можете визуализировать любое изображение которое вы захотите Лейбница президента нашей страны или чужой страны или какого-то ученого можете визуализировать вопрос только в каком формате мы уже понимаем что как это работает как это работает вот это приглашение на конференцию я не озвучиваю специально тут уже сила именно совмещение текста логики аватара и визуализации голову представить а вот про это надо подумать надо подумать давайте мы тогда не будем тянуть время и пойдем уже непосредственно к практике потому что мы ну вообще-то давайте еще обсудим методику я это остановлю и немножко обсудим с вами методическую часть без нее методика тоже определенная есть она выработана мной и она представляет собой следующую коллеги последовательность прежде чем идти в инструментарий я пишу сценарий пишу текст логику и там где у меня по моему замыслу должен быть некий фрагмент например показать море с волшебным сундучком сокровищами у меня есть такой фрагмент или показать что-то еще я везде это в тексте прописываю то есть у меня все как в классическом сценарии такой тайминг по времени все это расписано но при этом коллеги при этом происходит еще вот что я не просто пишу то что мне хочется я еще понимаю то что я могу в этом тексте я еще постоянно прописываю те фрагменты которые у меня есть я не могу сделать все на свете таким простым способом если бы я это умел тогда бы можно было бы увольнять всех остальных этих телекинооператоров и каждый бы делал шедевры нет тут есть ограничения по количеству таких шаблонов я там сказал сотни даже тысячи но этого все равно недостаточно чтобы весь мир отобразил поэтому сейчас после того как вот я рассказал эту методическую часть написания текста что зачем идет давайте посмотрим сами эти шаблоны где что можно будет реализовать с помощью этих шаблонов создать скомпоновать сам фильм так ну давайте я закрою это окошко таких видео фрагментов у нас много было в нашей практике и сейчас я покажу сам инструмент уважаемые коллеги вот сейчас вы видите на экране вот тот экологичный инструмент я вот отношу к экологичному который позволяет любому взять свой текст свою картинку и разместить в том шаблоне который ему хочется посмотрим я уже об этом говорил не один раз но каждый раз говорю все подробнее подробнее поэтому те кто был не удивляйтесь что я возвращаюсь к этому инструменту я про него немножко говорил раньше так вот эти фрагменты например вот здесь вот если подвести мышку начинает играть музыка и показывается миниатюра в данном случае в этой миниатюре показывается переход на каком-то космическом фоне объемном трехмерном фоне показ неких ваших слайдов и ваших текстов то есть если вам захочется вот такой шаблон взять вы можете его сначала посмотреть в миниатюрочке и в конце вот эта крупная ваша застатка приходите на нашу конференцию вместо вот этого вы этот шаблон сразу видите вот я мышку на нем остановил он постоянно крутится вот так выбирается шаблон сначала в миниатюре потом он наполняется конкретно причем очень многие шаблоны еще позволяют менять цветовую гамму не просто синий космос там с каким-то другим оттенком или вот другой шаблон связанный с биткоинами все знают сейчас насколько это модно и популярно обсуждение в мире мы принимаем к оплате биткоины и ваша эмблемка вместо вот этой дубль в точнее вместо буквы в коротенький сюжет на где-то 5-6 секунд мы принимаем к оплате за обучение биткоины так или да это это совершенно верно совершенно верно видео а мы сейчас еще про экономику поговорим не просто потому что все это упирается еще и в деньги а также в трудозатраты по трудозатратам коллеги я надеюсь вы понимаете это совершенно легко вот например вот это вот построение кухни это реклама кухни но я могу спокойно написать вместо вот этой в какую-то картинку наша кухня по наш наши рецепты успешного обучения и какая-то ваша картиночка здесь вот может быть но давайте тут на самом деле очень очень много посмотрим какой-нибудь пример все эти шаблоны коллеги они сгруппированы по категориям вот эти категории тут и вступление тут и мне очень нравится категория live action если видели там сидят люди за столом за круглым полукруглым у них на столе ваши документы изображения ваших плакатов ваших людей и как будто бы эти актеры люди что-то обсуждают и вот это action действие воспроизводится и вы вставляете этот action этот фрагмент свой какой-то фильм какой-то свой сюжет ну давайте посмотрим какой-нибудь простейший вариант чтобы вы уловили как это работает например я беру вот это лого дроп и открою его в новой вкладке там нужно не только зарегиться там нужно еще оплатить этот сервис платный я сейчас расскажу сколько он стоит и расскажу некоторые моменты по экономии может бы сразу скажу коллеги я предлагаю подумать о кооперации не вот я сейчас покажу раз уже пошло вот это вот спрашивают как делать все уже уловили все все грамотно вот я покажу то что я купил я пришел к вам рассказать вообще-то о том что где можно сэкономить или как выгоднее потратить свои ресурсы вот например я часто пробую вот попробовал этот инструмент я его не понравился я вернул его обратно то есть вот эти поставщики отличаются тем что они позволяют возвращать деньги обычно в течение 30 дней если вам этот продукт не понравился вот мне он не понравился я его попробовал и вернул назад рефант деньги возвратил я об этом вам рассказываю делюсь с вами этими находками чтобы это учитывали не тратили зря ваши деньги но если это потратите вы можете их вернуть или вот этот вот сервис мне не понравился реклама была кстати они очень хорошо умеют рекламировать вот еще один момент реклама просто сногсшибательные ролики и тексты и лонгриды и факты и отзывы такие сногсшибательные но потом смотришь ничего подобного и делаешь рефант вот я вам рассказываю коллеги не спешите тратить деньги посоветуйтесь вот граффити персонал граффические изображения анимированные тоже были хорошо разрекламированы я их вернул отказался а вот это у меня есть я приобрел у меня есть у меня есть вот эти видеороботы последней версии есть мне понравились они я их оставил себе еще другие сервисы которые сейчас не буду рассказывать но во первых они с одной стороны простые и экологичные во вторых они экономичные а в третьих их можно использовать в кооперации вот мой вам еще один призыв можно коллеги кооперироваться например со мной мы складываемся и пользуемся вместе я понимаю что это кто-то скажет это нарушение но в них в лицензионных соглашениях я читаю внимательно допускается коммерческое использование в любых целях то есть я могу коммерчески использовать делить затраты с кем угодно потому что коммерция это не только результаты но и затраты вот вам предложение кому интересно сэкономить пожалуйста но это еще не единственный режим экономии о котором я хочу сегодня рассказать вот мы видим этот шаблон здесь можно взять свое изображение здесь есть звук еще один момент все вот эти красивые мощные там звуки которые используются музыкальные застатки в этих переходах они все лицензионные у них есть авторы в этом случае вы не нарушаете ничего с точки зрения лицензии вот давайте я беру смотрю этот образец и показываю как работает может даже ребенок создавать любые такие заставки вы выбираете вместо этой картинки свою только уточним изображение должно быть крупно хорошего качества ширина и высота 2048 пикселей если возьмете маленький он будет смотреться с квадратиками нехорошо вот например на ваши глаза я создаю такой интрос беру вот эту картинку нашего мероприятия или вот эту выбираю картинка есть следующий шаг это поменять цвет вот эти вот желтые какие-то там желтый огонь можно сделать синим или зеленым огнем вот так вот кликаете делаете его зеленым следующий шаг соглашаете включить туда аудио и создаете превью прежде чем вы создадите вы увидите превью как это будет выглядеть вот идет обработка создания мини вот видите зеленый фон зеленый огонь зеленый взрыв вокруг вашего вот этого плана микрокурса вам показал прежде чем пойдет рендеринг или обработка и вы если вам не понравилось вы возвращаетесь назад надеюсь вы видите скажите что видите вот этот красный кружок на экране отлично спасибо и все и нажимаете вот сюда create то есть я вам показал элементарные шаги сейчас вы знаете как это делается единственный минус это придется подождать пока рендеринг закончится для скачивания он идет по разному чем больше элементов тем сложнее тем сложнее делается точнее дольше делается но в принципе это все это все терпимо потому что даже профессиональные дизайнеры программы они тоже требуют времени что еще можно здесь добавить по экономике смотрите я вы скажете почем что это сколько это стоит так это возвращено этот видео стоит где этот видео стоит денег не вижу не вижу не вижу не вижу да он стоит деньги не вижу что он стоит Вот, коллеги, важность кооперации. Вот эту сумму можно при желании делить и использовать совместно. Пожалуйста. И второй момент. Это был приобретен уменьшенный комплект. А если вы хотите получить больше образцов, то здесь, вот тут будьте внимательны с деньгами. Вот если вы хотите получить больше образцов, он предложит вам заплатить небольшую сумму. Вот у меня сейчас здесь стоят замочки. Я не могу приобрести вот этот. Если я хочу его разблокировать, он предложит мне заплатить 37 долларов. Это приличная сумма. Ну, например, для меня. Но, когда вы нажмете это в первый раз, он предложит заполнить меньшую сумму. Всего лишь 3 доллара. И вот эта сумма 3 доллара будет давать вам полный доступ на 3 дня. Я это проделал. У меня было очень много образцов, которых не было в базовой поставке, а были в расширенной поставке. И вот тут, внимание, через 3 дня эти продавцы, ваши карточки автоматически спишут вот эти 37 долларов ежемесячно. Что я сделал, чтобы не попасться на это автоматическое списание. Я на деньгах оставил сумму меньше, чем 37 долларов. То есть, я на карточке оставил маленькую сумму. То есть, это была карточка, где не было средств. И мне пошли сообщения о безуспешной попытке списания. Вот, имейте это в виду. Если вы приобретете этот сервис, и если вы заплатите 3,7 доллара на 3 дня, знайте, там они пишут по-английски, что автоматически деньги будут списаны, да. Вот, не забудьте про это, иначе каждый месяц, неважно, вы используете или нет, они будут списаны. Вот это, пожалуйста, имейте в виду. Второй момент, очень хорошо, если вы будете это делать, сообщите нам, мне, кто хочет скооперироваться, чтобы мы за эти 3 дня, кто купит, могли тоже поиспользовать этот сервис по полной. Потому что, 37 доллара платить ежемесячно, немножко дороговато. Вот, что касается экономики. Я прошу теперь задать вопросы по экономике этого вопроса. Да, да, через 3 дня отказаться от подписки можно. Спасибо, Ольга Вадимовна. Я написал им, говорю, я не хочу за 37 долларов иметь ежемесячную подписку. Они мне сказали, хорошо, но я написал после того, как мне пошли запросы на автоматическое списание. То есть, сразу какую-то галочку поставить в течение этих трех дней. Некуда, негде. И написать, кому писать. Вот такая вот здесь пикантная ситуация. Поэтому не спешите платить вот эти 3,7 доллара, потому что я не гарантирую, что они через 3 дня у вас с вашей карточки не начнут списывать каждый месяц. Это на какое время? Значит, что касается вот этого комплекта базового, который у меня есть, вот работающий, он вечный. Я один раз заплатил за него, и он работает постоянно всю жизнь, как говорится. Одноразовая покупка этого сервиса. Если заплатить еще 37 долларов в месяц, каждый месяц, появится еще дополнительный. А вот эти трехдневные по 3,7 доллара, они работают один раз. Ну вот, вход. Ага, Михаил Александрович. Ну смотрите, я не хочу сейчас рассказывать все эти моменты открыто. Но если, допустим, я вас знаю, и мы с вами договариваемся, мы с вами найдем общий язык, как с одного аккаунта заходить вдвоем или втроем. Мы сможем это сделать. Через один аккаунт, через один логин и пароль. Понимаете? Не нарушая лицензионного соглашения. Потому что там, я прочитал на английском языке, всю эту лицензионную политику, там написано, что разрешается, как хочешь, так и использует. Никаких ограничений на этот счет я не увидел. Вот если бы нам платила наша Родина в наших организациях образовательных, побольше бы средств, наверное, мы бы об этом не говорили. Поэтому, как бы, моральное право у нас есть. По экономике вопросов, все ли понятно, дорогие коллеги. Рада Александровна, на что вас беспокоит? То, что списывают. Ну вот, по крайней мере, я вас предупредил о той ситуации, что могут списать. Будьте внимательны. Конечно, деньги. Вот поэтому, я, в принципе, пришел сегодня к вам, чтобы говорить про кооперацию. Татьяна Владимировна, вам почему не подходит? Дорого? Давайте, давайте думать. Поэтому мы собираемся. Поэтому мы пытаемся взаимодействовать. Не подходит по цене? Ну, если вот бесплатные коллеги, вот хорошо бы найти бесплатные подобные ресурсы, но я не знаю. А, не любите совместные. Ну, тут же, если бы речь шла о дележе доходов, Татьяна Владимировна, вот это я согласен. Очень сложно делить доходы. Когда мы вкладываемся, потом начинаем делить, кто там больше внес, кто меньше внес, кто его знает. А когда говорим о расходах, мы можем тоже по-разному договариваться. Давайте в складчину, давайте там какую-то одну третью, одну десятую. В таком плане, понимаете. Я не вижу таких проблем. Ведь, не даром даже есть такая форма договора, юридическая форма договор простого товарищества. Когда разные люди, например, рыбацкая артель, складываются, кто-то сеть поднесет, кто-то лодку, кто-то еще что-то. Вот они складываются и создают такое вот оперативное совместное дело. Щупать, ну, пожалуйста, пробное видео. Видьез, видьез. Хорошо, хорошо. Я тоже не хочу обсуждать, но я бы хотел, чтобы мы как-то находили от наших встреч решения конкретные, которые буду давать. Ну, давайте, Михаил Александрович, обратитесь, напишите мне в личку, я вам дам, на какое-то время вы сделаете, сколько хотите, там, несколько дней поработаете, делайте себе этих роликов, ну, бесплатно, что ж. Потом посмотрите. В принципе, я вам показал, тут ничего сложного как бы и нет. Это еще не все решение, о котором можно говорить. Я вот тут уже могу сказать, есть бесплатное решение Ракетиум. Я сейчас пишу на экране, вот, ракетиум.ком, вот там есть бесплатное. Просто условия там ограничены, я даже не буду показывать вот эту ссылочку, ракетиум.ком, вы сможете сами посмотреть, там, несложно. Экологичные, вот я хочу напомнить, сообщить тем, кто не понял или опоздал, это те, которые экономят ресурсы, ресурсы сберегающие. В данном случае мы не платим дорогим программистам, мы экономим наши средства, мы можем эту работу передать неквалифицированному сотруднику, и в этом смысле это и есть экосистема. Экосистема при создании видео. Они везде есть, не только в природе, но и при решении любых задач, экологичные и неэкологичные. Если вы не согласны, ну, назовите их экономичными. Вот система ракетиум, которую я показывал уже не раз. Она имеет платные решения. Что-то у меня подтормаживает интернет. Мне тоже много, хорошо, да, 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 верно, спасибо. Спасибо, ракетиум.ком. Может любой зарегистрироваться, и эти ролики я уже показывал. Что еще среди таких экосистем я бы вам сегодня предложил обратить внимание. Вот эти вот видеороботы, наверное, уже вы видели, и с ними тоже можно работать тоже на каких-то кооперационных началах. Почему, значит, каких-то? Я не хочу сейчас какие-то предлагать конкретные цифры, процентов. Это все зависит индивидуально. Если интересно, давайте связываемся. Вы можете сами друг с другом связываться. Вот есть и Vidiose, и Videntis у меня. Что еще у меня есть? Осталось Promose Personal, VideoPal, и, пожалуй, Flick, Flickive Light. Вот у меня еще вот это есть. У меня целый арсенал таких вот очень простых решений, которые можно совместно использовать, и они дают хороший эффект на выходе. Вот такие вот примеры. Вот это мы создавали в ракетиум, кстати, тоже в складчину, создавали различные видеоролики. Кто-то, кто смотрит за моим творчеством, наверное, эти ролики видели. Что здесь было хорошо, тут еще были команды. Мы к одному счету, к одному аккаунту могли на период действия этого аккаунта вовлекать сколько угодно пользователей. Со своими логинами, паролями. Вот это в ракете мы хорошо, что там можно было командами давать права доступа. Вот такая вот кооперация. И тоже легально. И очень хорошо работает. В заключении я бы хотел обсудить с вами выводы. Вместе с вами. Первый вывод, первый вопрос. Видим ли мы для себя возможности, направления? Понимаем ли мы, зачем это все делается и что это может дать? Вот я бы не стал бы ставить знак равенства между экологичным и экономичным. Потому что экономика, это значит извлечение какого-то все-таки экономического интереса. А у педагога это далеко не всегда. Для педагога обычно это выполнение какой-то функции. Тебе платят зарплату, ты выполняешь функцию, но ты можешь ее выполнить по-разному. И благодарность получить что? Ну зарплату или премию. Но ты не извлекаешь коммерческую прибыль, ты не извлекаешь экономический какой-то результат. Ты выполняешь некую функцию. То ли бережливым ресурсом, бережливым методом, то ли как. Поэтому знак равенства я не ставлю, хотя у меня степень поэкономии. Так вот, мне кажется, можно сделать вывод, что благодаря вот таким решениям, экологичным решениям, где мы используем видео, мы получаем действительно прирост интереса, эффекта, педагогического эффекта, внимания к тому, что мы делаем. Если вам этот первый вывод, вы с ним согласны, вы считаете, что это полезно, напишите 1 плюс или 1 минус. Вот первый вывод, вы согласны с ним, что это полезно или это бесполезно? Пожалуйста, напишите в чате. Так, ну лучше вот 1 плюс 1, цифра 1 и плюс. Так, ну вот минусов нет. Второй вывод, коллеги, вот 1 плюс. То есть мы видим, что это действительно какой-то возможный вариант эффективности, эффекта с помощью таких экосистем при создании видео. Второй вопрос и второй вывод. Мы понимаем, что экономически у нас возможности не позволяют все вот эти, наши финансовые возможности не позволяют все эти инструменты использовать. Но гипотетически мы могли бы кооперироваться, объединяться, создавать кооперацию, чтобы получать результат такой же, как при полной цене, но при кооперации он будет гораздо меньше в зависимости от количества участников. Если вы со вторым выводом гипотетически согласны, напишите 2 цифра, цифра 2 и плюс, или 2 цифра минус методологии. По методологии будет третий вывод. Будет третий вывод. Спасибо, Татьяна Владимировна. Вот пока с точки зрения ресурсозатрат, вот два пути, или за свои средства покупать, или гипотетически договариваться и создавать кооперацию по затратам. Не по результатам, а по затратам. Кооперация по результатам, это другой вопрос. Спасибо. И вот теперь давайте с вами рассмотрим третий вывод вместе с вами. С точки зрения методологии. Вот это, пожалуй, последний и ключевой вывод, который я бы хотел вместе с вами сегодня обсудить. О чем спрашивает Татьяна Владимировна. Третий вывод касается того, что есть ли у нас возможность не идти в одиночку, создавая каждый свой шедевр, в кавычках я специально кавычки говорю, потому что нам кажется, что это шедевр, но это далеко не всегда. Или у нас есть возможность, прежде чем мы наше решение вынесем куда-то в общий доступ, в процесс, так сказать, есть у нас возможность вот эту методологию или методику создания видео делать тоже в кооперации. то есть если мы творим что-то, пишем сценарий фильма, ищем сюжеты, ищем видеообразы для этого текста и не находим их, или находим, но сомневаемся в их уместности, можем ли мы объединяться и обсуждать этот вопрос. Как вы считаете, коллеги, есть идея, у нее здесь слабое место, я не знаю, чем запомнить вот этот момент визуальным каким-то подходом, какие у вас идеи. Если мне подскажут, причем, наверное, бесплатно, я уверен, там должна быть бесплатная это же кооперация, подскажут, вот я предлагаю этот сюжет использовать, что-то другой, и у вас появится наполнение, или вы на стадии просто вот, на стадии чистого листа сели, не знаете, с чего начать, коллеги, нужно выполнить вот такую задачу, например, провести какое-то значимое событие в школе или в УЗИ, куда нужно привлечь много людей, чтобы пришли, чтобы прочитали, заинтересовались, не знаю, с чего начать, может, какую-то идею подсказывать. Это методологическая, методическая проблема, это сценарная проблема. Так вот, если вы считаете, что третий вывод, можно, можно кооперироваться и в плане методическом, методологическом я пока не знаю, вот методическом, структурно понятий на таком, напишите три с плюсом, цифру три плюс или цифру три минус. Минус, значит, каждый, пусть занимается сам по себе, вот как он хочет, пусть сам творит, как ему нравится. Это хорошо. те, кто считает, что лучше взаимодействовать в этом направлении, напишите три плюса. Теперь, так, вот эта точка зрения Марины, Таниславовна, она считает, не надо ни с кем, кооперироваться, можно все делать самому, и все будет хорошо. Это мнение. Мы уважаем любое мнение. А пока мало мнений, два плюс. Нет, Татьяна Владимировна, вы можете не участвовать, я сторонник того, что если мы с вами встречаемся, я вам не навязываю, а я с вами взаимодействую, как круглый стол, мы формируем мнение. Я не пишу диссертацию, я не извлекаю никакие коммерческие выводы, я считаю, что это наша функция, не просто встречаться, а приходить каким-то общим выводом совместно, а не так, чтобы это я доказывал. А теперь, а теперь, слышно ли меня сейчас? Я не уверен, что меня слышно. Да, слышно. Я отвечу на вопрос Михаила Александровича и остальных коллег, если есть вопросы. Идея у Михаила Александровича такая, раз Прези доставляет спецусловия, то может написать некое письмо, петицию, видео, с предложением социально ответственный шаг сделать. Вы знаете, в Прези никто ничего не писал. Это их решение. Для того, чтобы распространять бесплатно, они это сделали вывод. Я глубоко сомневаюсь, что наша петиция, наше письмо в эту зарубежную компанию что-то сделает, тем более, в условиях нашей непростой политики России в мире. Нет, конечно, многие уважают Россию в мире, но не уверен. Кто этим будет заниматься, петицию писать, сбор подписей, я не знаю. Так, ну вот и все. Так, еще какой вопрос нужно только для получения. Совершенно верно, Сергей Александрович. Доступ к шаблонам предоставляется единоразово, а вот к шаблонам расширенного, вот расширенного, там где ключик, требуется ежемесячная оплата 37 долларов. Манзли, вот, вот, то есть некоторые сервисы требуют такой приличной суммы, чтобы получать. Ну, можно еще так сделать, взять, заплатить в складчину эти 37 долларов на месяц наиграться, накачать, я так и делал. Я в запас прок наделал этих готовых роликов разного качества, и они у меня лежат, я успел за 3 дня наделать много. А можно вот так? Сначала, Владимир, я не программист, я конструктор, я онлайн-педагог, онлайн-организатор, я не создаю компьютерные продукты, у меня степень гуманитарная, экономическая, научная, найти инвесторов я не могу. Я могу вам продать право на пользование то, что у меня есть по какой-то смешной цене. Вот это я могу. Пожалуйста. Обращайтесь, пишите, ищите Белоножкин Юрий Николаевич, я не знаю, может быть, вам тут мой адрес написать. Меня легко найти в интернете Белоножкин Юрий Николаевич, я выйду со мной на контакт, и мы с вами договоримся о сессии, об аренде вот этого продукта за какие-то более низкие. Какие еще вопросы, дорогие коллеги? Павел Юрьевич, по-моему, вопросов нет, и мое время истекло, я готов выразить всем большую благодарность, вот, ну, тем более, еще не френд, пишите, и давайте двигаться дальше. Кооперация и взаимодействие, это мощнейший ресурс. Спасибо вам за внимание. Павел. Коллеги, я тоже хочу с вами проститься, хочу поблагодарить прежде всего Юрия Николаевича за его сегодняшний вебинар. Вас благодарю за активное участие в обсуждении и хочу напомнить, что наши вебинары проходят почти каждый день, на этой неделе нас ждут еще три вебинара, завтра будет... О, я прошу прощения, я совсем забыл проанонсировать наши следующие вебинары. Так заговорился про тему сертификатов, которые у нас поменялось, что забыл сделать обычное свое дело. Итак, напоминаю, завтра у нас вебинар Софьи Багдасаровой по искусству, по истории искусства, как всегда тема у нас такая достаточно витиеватая и очень интересная, как Наполеон потерял власть, но навеки изменил мебель и фарфор, и как это аукнулось в эпоху советского НЭПа. И следующий вебинар состоится в четверг, 24 числа, виртуальные лаборатории Pearson и смешанное обучение английскому языку сегодня. Жанна Клышко проведет этот вебинар. Милости просим на наши вебинары, приходите на вебинары Директ Академия, будет интересно. Всего доброго, до новых встреч на наших вебинарах. Продолжение следует...